Вся информация видео, опубликована на нашем сайте, взята из открытых источников, следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. В настоящее время можно уверенно сказать, что вектор в переговорном процессе имеет четко выраженный проазербайджанский уклон. Это подтверждают и армянские эксперты. В течение двух дней, 29 и 30 июня, на видеоконференциях, проведенных главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении совместно с сопредседателями Минской группой ОБСЕ, были обсуждены текущая ситуация по армяно-азербайджанскому, Нагорно-Карабахскому конфликту и дальнейшие шаги в процессе мирного урегулирования конфликта. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились сначала по отдельности, а после и совместно с главами МИД Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым и Армении Заграбом Мнатцы Аканином. В обсуждениях также принял участие спецпредставитель председателя ОБСЕ по урегулированию конфликта посол Анджи Каспшик. Таким образом, начался очередной раунд переговоров по карабахскому урегулированию. Однако их результаты зависят не только от позиций противоборствующих сторон, но и принципиальной позиции сопредседателей переговорщиков в свете последних заявлений Европарламента и других подписантов. Кто витает в облаках? Как передает АЗ. АЗ со ссылкой на Каспий, разумеется, противники не могли не обменяться любезностями касательно последних заявлений сторон, когда, казалось бы, не осталось люфта для дальнейших переговоров в силу их нецелесообразности. Но, как видим, стороны пошли на контакт и даже договорились вновь встретиться посредством видеоконференции и в самое ближайшее время. А это говорит о том, что как бы не хорохорилась армянская сторона, а все же вполне осознанно идет на переговоры, ясно представляя себе, что отныне трубку мира курят именно мадридские принципы. Тем более, что это звучит уже не только из уст представителей азербайджанской дипломатии. Об этом во всеуслышание заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, а вслед за ним и авторитетные европейские структуры. Что же произошло на сей раз? К сожалению, позиция сопредседателей по-прежнему напоминает линию поведения кота Леопольда из известной советской анимации. Они подчеркнули важность создания и поддержания атмосферы, способствующей миру и благоприятной для предметных переговоров, а также положительно оценили относительную стабильность на линии соприкосновения и выразили удовлетворение тем, что стороны продолжают использовать существующие прямые каналы связи, чтобы избежать эскалации конфликта. Правда, коснулись они и имевших место недавних провокационных заявлений, подстрекательской риторики и возможных шагов в этой связи, направленных на изменение ситуации, предупреждая, что это может подорвать процесс урегулирования. Но опять-таки эти замечания как бы касались обеих сторон. Хотя возмутителями спокойствия как всегда выступила именно армянская сторона, не нашедшая в себе мужества прямо заявить своим агрессивным соплеменникам, что, как ни крути, о захваченной территории придется возвращать их истинному хозяину, Азербайджану. Сопредседатели лишь подчеркнули, что нет военного пути решения конфликта, в очередной раз нанеся бальзам на гноящиеся армянские раны. Ведь именно надежда армян на сдерживание Азербайджана от военных действий со стороны ОБСЕ до последнего времени позволяла агрессору вести себя до нельзя нахально на переговорах, развязывая им языки и меняя тональность высказываний в негативном русле. Переговорщики также призвали стороны предпринять дополнительные шаги для поддержания прекращения огня и подготовки населения к миру. А еще указали на необходимость возобновления мониторинговых наблюдений при наличии возможности. И если относительно мониторинговых наблюдений все понятно, то касательно подготовки населения к миру, не совсем. Тут напрашиваются два вывода, либо армянская сторона согласна на предложение Азербайджана и мирового сообщества о выводе оккупационных войск с захваченных территорий, либо минская группа витает в облаках. Однако тот факт, что сопредседатели и министры иностранных дел договорились в июле провести еще одну совместную видеоконференцию, а также обговорили возможность организации очных встреч и визиться председателей в регион, в зависимости от развития коронавирусной ситуации, говорит о том, что в облаках витают лишь армянские реваншисты. Ответ Мамедьяровым на ЦК Нину. Вполне естественно, что в ходе переговоров глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров не мог не поднять вопрос о незаконной деятельности, осуществляемой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе об изменении инфраструктуры, дав понять армянской стороне, что все дороги, ведущие из Еревана в оккупированный Нагорный Карабах, не только хорошо просматриваются вооруженными силами Азербайджана, но и простреливаются. А армянский министр Заграб Мнацаканян, как всегда, стал слезно жаловаться на агрессивную риторику со стороны Азербайджана в последнее время в адрес Армении, а еще говорил о безопасности передвижения армянского населения Нагорного Карабаха, забыв упомянуть, что к росту нежелательной для армян риторики привели провокационные действия именно его страны-оккупанта. Пришлось Эльмару Мамедьярову очень четко парировать претензии своего армянского визави, указав ему на место. Про азербайджанский уклон. Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что вектор в переговорном процессе имеет четко выраженный проазербайджанский уклон. К такому выводу пришел армянский военный эксперт Давид Джамалян, комментируя армянским СМИ прошедшие переговоры. И такой уклон переговоры приняли с того момента, как к ним приступил Никол Пашинян. Именно тогда Пашинян начал поэтапно, шаг за шагом сдавать позиции в переговорном процессе, при этом пытаясь скрывать реальное положение дел и манипулировать общественным сознанием, считает эксперт, уверенный, что Пашинян идет по пути сдачи Арцаха. При этом Джамалян ссылается на то, что в ходе своей последней пресс-конференции, впрочем, и до этого тоже, премьер неоднократно использовал термин «избранные представители народа Карабаха», таким образом приравняв сепаратистское образование в статусе к азербайджанской общине Карабаха. Потому что если мы используем термин «избранные представители народа Карабаха», то фактически признаем, что Арцах – это тоже община, армянская община Карабаха. Тем самым превращая переговорный процесс в переговоры между двумя общинами в составе одного государства. В конечном счете это означает, что мы признаем Нагорный Карабах в составе Азербайджана, сетует Джамалян. Этому горе-вояке, который первым побежит с поля боя, если начнутся полномасштабные военные действия по освобождению оккупированных азербайджанских земель, никак не понять, уже давно весь мир признает Нагорный Карабах лишь в составе Азербайджана, стало быть, и право нашей страны на антитеррористическую зачистку собственных территорий. Чтобы там не заявляли сопредседатели Минской группы ОБСЕ.